Привет всем добрым людям! С вами Елена, Александр Высоконов, сад Высоконовых Татьяны и Александра и канал Мой сад воплощение мечты совместно с мастерской Кьюгарден. Это продолжение серии видео визит к Александру Высоконову и рассказ о наших изделиях в его саду. И вот одно из таких изделий и даже два таких. Ну мы на примере вот этого расскажем, как, зачем и почему оно здесь оказалось. Даем слово Александру. Это отличный шатер. Здесь оказался именно потому, что в моем саду рододендроны вечно зеленые не очень хорошо зимуют. Проблема в том, что у меня очень сухо. Это у нас Супесь, Раменский район. Ну в Раменском районе конечно разные участки есть, но вот у нас так получилось, что достаточно сухой участок, то есть песок и такой тонкий плодородный слой, что в общем-то рододендром вечным зеленым очень сухо. И они каждую зиму сильно подгорали. И несмотря на то, что здесь есть какие-то отдельные листочки такие с ржаной, но это идеальный результат вот в условиях того, что я видел как бы многие годы на нем весной. Потому что порой он просто облетал под ноль и просто даже не цветя, он отращивал новую листву. И вот этот вот шатер позволил закутать его полностью притяночной сеткой. То есть помимо того, что я его не убираю на зиму, он является сам по себе украшением. И когда растение вырастет... На лето не убирают. Да, на лето не убирают, потому что он сам по себе красив этот шатер. Вот. И зимой он еще служит укрытием. То есть притяночную сетку я натягиваю вот так по периметру, оставляя здесь сверху свободное место, чтобы снег туда попадал. Потому что снег тоже является утеплением для растений, ну и влагой дополнительной. И в этом году он просто идеально перезимовал. Просто идеально. Причем год был очень сложный. И у многих рододендроны очень сильно подсохли, вечно зеленые. А здесь в условиях подсосными, где влаги и так мало, и еще плюс песчаный участок. Здесь он, ну вот я грубо говоря, он перезимовал на 4 с плюсом. Вот так вот я бы сказал. Потому что на 5 он у меня никогда не перезимует. Даже если он будет там, не знаю, в идеальных условиях, все равно здесь рододендроны, вечно зеленые у меня мучаются. Поэтому я предпочитаю, конечно, больше азалии. Но вот именно этот шатер, он является и украшением, и функциональным. С функциональной опорой для укрытия. Его не надо ставить, его не надо убирать, его не надо где-то хранить. Он является постоянным таким украшением и функциональным опорой для укрытия. Вот так. Подошел, 5 минут накинул, завязал там и все. Вы довольны? Конечно. Это очень-очень удачный вариант. И это именно стационарный постоянный вариант. Спасибо большое, Александр, что вы поделились своими впечатлениями. Для нас это действительно очень ценно, потому что разный опыт разных садоводов, конечно, говорит, это более широкое представление. Одно дело, когда я там рассказываю вам, как все это круто и здорово. Другое дело, когда это совершенно другой человек рассказывает о своем опыте применения. Так что огромное вам спасибо. И я думаю, что это действительно очень и очень ценно и интересно. Спасибо. Спасибо. Да вам спасибо. Я от всей души рекомендую такие вещи, потому что, понимаете, они скорее вам быстрее надоедят, чем они сломаются. Поэтому вы покупаете такие крепкие вещи, которые простоят десятки лет. И вот реально это крепко, надежно. И потом это не нужно возиться с этим, постоянно убирать там, где-то хранить. Это стационарная вещь, которая и декоративна, и функциональна. Поэтому рекомендую однозначно. Однозначно смотрите в этом направлении. И пока это не стало стоить, как чугунный мост, быстрее бегите покупать. Оно может, к сожалению, даже независящих от нас причинам стать подороже. Ну, конечно, все дорожает. Сейчас, кстати, у нас идет акция. Я воспользуюсь моментом, да, раз уж Александр заговорил о том, что цены действительно доступны, да, сравнительно доступны. И более того, сейчас идет акция. Друзья, ссылка под видео. Пользуйтесь моментом. Еще раз огромное спасибо, Александр. Попрощаемся. Пожалуйста. Выращивайте сады. Еще раз. Три-четыре. Выращивайте сады и будьте счастливы. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok